С новостями к данному часу Вера Захарчук в студии. Добрый день. Основная версия пожара в автобусе в Актюбинской области неосторожное обращение с огнем. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев. Есть мнение, что погибшие пассажиры автобуса грелись паяльной лампой. Это и спровоцировало возгорание в салоне. Специалисты обнаружили на месте ЧП пятилитовую канистру, в которой предположительно перевозили бензин. Наличие в салоне горючей смеси подтвердили и те, кому удалось выжить. По факту ЧП возбудили уголовное дело. В связи с тем, что двигатель автомашины заглох и в машине было холодно, паяльная лампа данной автомашине использовалась как обогреватель. Она работала в течение более двух часов. Естественно, газобензиновая смесь наполнила весь салон автомашины. И когда случайно была пролита емкость с бензином, тут вспыхнул пожар, который практически сразу в течение пяти минут у нее жизни. Останки погибших мы погружаем на борт, на который мы прилетели, и перевозим их домой, на родину. А там будет, если необходимо, будет проводиться еще следственное мероприятие и передача останков родственникам. Петропавловск на грани транспортного коллапса. В середине февраля в городе могут встать автобусы и маршрутки. Городские власти грозятся убрать с линии общественный транспорт, где не обелечивают пассажиров. Подробности у Ирины Панфиловой. Галине Сурковой 77 лет. Общественным транспортом пенсионерка пользуется каждый день. Раньше, говорит, при оплате за проезд пассажирам всегда выдавали билеты. А сейчас в большинстве автобусов даже кондуктора нет. Я езжу каждое утро, билетов никаких нет. По закону должны давать, должны подтверждение документа, потому что это документ проезда. Каждый день в Петропавловске на линию выходят свыше 300 единиц транспорта. Действует 24 маршрута. Билеты выдают только в больших автобусах. В пазах, маршрутках расчет уже на выходе. Давали на троллейбусе, когда был троллейбус. А на автобусах практически никогда не дают. Я всегда пользуюсь общественным транспортом, но вот в маршрутках билеты не дают почему-то. Почему клоняются от ответа и водители? А почему билеты нет? Это не ко мне обращаются. А кому обращаться? Есть руководство. Почему билеты не даете? Проездные билеты. Ребята опаздывают. А вот у Бориса Григорьева билеты есть, правда в бардачке. И аж за 2015 год. Почему я не обелечиваю? Ну никто не спрашивает, во-первых, билеты, они никому не нужны. Во-вторых, ну как же лишний раз не отвлекаться на эти билеты. Я вот год работаю, проверок еще никаких не было, не видел. Никто не контролирует, да? Никто не контролирует. В налоговой говорят, проверять выдачу билетов не в их компетенции. И вообще они за честность и открытость. Ну вообще есть принцип добросовестности, как бы, в налоговом кодексе. Автобусы вообще, когда заключают тендер, договор с Акиматом, выигрывают тендер, там есть условие, что они должны вручать билеты. И согласно этим билетам уже считается их недоход. Но они не вручают билеты. Кто это проверяет? Должен уже как бы ЖКХ. Без билетов горожане ездят на общественном транспорте уже не первый год. Однако раньше на это никто не обращал внимания. И только сегодня, когда мы обратились в городской Акимат, там сразу же решили навести порядок. До этого, получается, собирался материал, потому что по одному материалу мы не можем направить суд. Набиралась база. По этой базе сейчас вот до 15 февраля по истечению этого срока, в случае неисправления данной ситуации, будет направлено дело в суд для расторжения. Наступит ли транспортный коллапс в Петропавловске, станет известно уже через месяц. Если владельцы маршрутов не начнут выдавать билеты, то уже 15 февраля городские власти обещают остановить автобусы и маршрутки. Ирина Панфилова, Тулигин Иманов, Руслан Алиев и Дмитрий Рура. Петропавловск, Хабар-24. В Европе оценили ущерб, причиненный ураганом Фредерике. Так, в Германии убытки составили 500 миллионов евро, а в Нидерландах 90 миллионов. Как сообщают местные СМИ, штормовой ветер срывал крыши домов и валил деревья, из-за чего были повреждены автомобили. Десятки тысяч человек остались без электроснабжения. Нарушено транспортное сообщение. На территории ФРГ ураган повредил более 200 железнодорожных путей. Ранее в ряде регионов обеих стран был объявлен красный уровень тревоги. Голландские СМИ отмечают, что вероятнее всего ураган Фредерике войдет в десятку самых разрушительных в Нидерландах за последние 28 лет. Скорость ветра достигала 110-130 км в час, а в горных районах более 200 км в час. Жертвами стихии стали по меньшей мере 9 человек. Вооруженные силы Турции ударили по позициям курдских отрядов сил народной самообороны в сирийском Африине. Об этом сообщает агентство Reuters. По данным турецких СМИ, было нанесено не менее 10 ударов. Артиллеристы ввели огонь из приграничной провинции Хатай. В ответ курды выпустили несколько снарядов, а погибших и пострадавших не сообщается. Ранее министр обороны Турции объявил о начале военной операции. Отмечу, в Анкаре считают курдское формирование силы народной самообороны и партию Демократический союз с сирийским ответвлением РПК, организацией, признанной в Турции террористической. В связи с столкновениями в сирийской провинции Идлиб, с начала декабря оттуда бежали свыше 200 тысяч человек. При этом половина из них дети. Об этом сообщил официальный представитель генерального секретаря ООН, отметив, что вооруженные нападения сказались на работоспособности объектов гражданской инфраструктуры, в особенности медицинских учреждений. По словам представителей Генсека, в результате обстрелов разрушены как минимум три пункта оказания первой помощи. Кроме того, в регионе перестали работать около трети школ. Джарек напомнил сторонам конфликта в Сирии об их обязательствах по защите мирных жителей. Напомню, в период с 31 декабря по 10 января в Восточной Гути были убиты по меньшей мере 85 человек, включая 30 детей. Что необходимо для создания мира, свободного от оружия массового уничтожения? Каковы глобальные угрозы и пути укрепления доверия между странами? Как можно использовать научно-технические достижения в пользу человечества? Об этих и многих других важных вопросах призвал задуматься глава государства в ходе своего выступления на заседании Совета безопасности ООН. По мнению турецкого политолога Куртая Караджи, международному сообществу необходимо как можно скорее предпринять шаги по созданию безъядерного мира. Есть все основания, чтобы считать встречу Нурсултана Назарбаева с Дональдом Трампом успешной. Этот рабочий визит даст новый импульс двусторонним отношениям между Казахстаном и США. Также на заседании Совета безопасности ООН председатель Назарбаев сделал ряд весомых предложений. Это в первую очередь его предложение о сохранении единства между странами в вопросе достижения мировой безопасности. «Мы все равны перед мировыми проблемами. Это ведь на самом деле так. Закрыв ядерный полигон, отказавшись от оружия массового уничтожения, ваша страна внесла большой вклад в сохранение мировой безопасности. Отдельным странам следует отказаться от своих амбициозных планов по получению собственной выгоды и последовать примеру Казахстана». Число венесуэльцев, переместившихся из страны в соседнюю Колумбию в связи с глубоким экономическим кризисом, уже превысило 550 тысяч человек. Об этом сообщает Колумбийское управление по вопросам миграции. По подсчетам ведомства, в прошлом году поток мигрантов из соседней страны вырос на 62%. На протяжении последних лет Венесуэла переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся гиперинфляцией, девальвацией национальной валюты, дефицитом продовольственных товаров и лекарств. На протяжении нескольких месяцев страну сотрясали антиправительственные протесты, в ходе которых погибли около 120 человек. Нормы налогового кодекса, который вступил в силу с начала января, разъяснили на брифинге в СЦК. Структура документа была полностью переработана, появились отдельные разделы для разных сфер экономики. Отменили льготы, которые противоречат требованиям ВТО, простимулировали инвестиции в геологоразведку, однако больше внимания на брифинге акцентировали на изменениях для простых граждан. К примеру, владельцы угнанных автомобилей больше не должны продолжать платить налог на транспорт, независимо от того, находится машина на учете или нет. Вдвое снизили пошлину за выдачу дубликата потерянного номера. Налоги на имущество и землю теперь нужно платить по итогам года. Внести плату за 2017-й можно до октября. Изменения коснулись и социальной сферы. Тот, кто усыновил детей-сирот, получает освобождение от подоходного налога в пределах годового дохода. Ряд льгот получат и 76 тысяч казахстанцев, воспитывающих детей-инвалидов. Для малого и среднего бизнеса ввели дополнительный налоговый режим. Это режим фиксированного вычета. Переходный режим между малым и крупным бизнесом. В этом режиме критерии очень большие, в три раза больше, если он был на упрощенной декларации. Смотрите, на упрощенной декларации, если у него больше выручка 115 миллионов в тенге, он не имеет права находиться в упрощенной декларации. Он должен перейти на общественной режим, нанять бухгалтера, вести учет. Поэтому сделали для таких переходных предприятий режим, где не надо будет вести сложный учет. В то же время налоговая нагрузка низкая. Там максимальный доход расширили до 347 миллионов в тенге. Это те, кто имеет право в этом этот режим брать. Зарплата госслужащих вырастет в зависимости от характера и сложности выполняемой работы. А по итогам года им начислят бонусы, минимальный размер которых 4 должностных оклада. Об этом на брифинге СЦК рассказала заместитель председателя агентства по делам госслужбы Айгуль Шаимова. При начислении будут учитываться стаж и опыт работы. Значительное повышение окладов ожидается в регионах. Зарплата ведущих специалистов областных акиматов возрастет с 62 до 117 тысяч тенге. В центре оклады повысятся с 84 до 136 тысяч. В целом диспропорции в оплате труда между госслужащими в регионах и в центре сократятся с 70 до 10%. Однако госслужащих ждет отмена премий. Их заменят бонусы. По мнению Айгуль Шаимова, эта система не только эффективна, но и справедлива. Прежде премиальный фонд зависел от экономии средств в госорганах. Госслужащие на районном и сельском уровне премии зачастую не получали. В предлагаемой системе каждый государственный орган будет формировать свой отдельный бонусный фонд. Его размер будет прямо пропорционален уровню оценки эффективности деятельности государственного органа по всем направлениям деятельности. При таких условиях каждый государственный служащий будет заинтересован в достижении результатов. Очень важно, что при переходе служащего из одного государственного органа в другой государственный орган, за ним будет сохраняться право получения бонусов. В Корее такая система оплаты труда была успешно внедрена 10 лет назад. Достойные зарплаты позволяют снизить коррупционные риски. Но очень важно, чтобы руководство объективно оценивало своего сотрудника. Тогда эта система будет очень эффективной. Около 400 сообщений поступило на WhatsApp-канал Министерства труда и социальной защиты населения только за сутки. Как рассказал пресс-секретарь ведомства, на мессенджер приходили вопросы о пенсионных начислениях, установлении инвалидности, трудовых отношениях. Обращения рассматриваются до трех дней в департаменте Министерства. Так, за один день сотрудникам ведомства удалось рассмотреть более 200 обращений. Если в будущем такое количество вопросов сохранится, то в Минтруда планируют открыть специальный центр и привлечь дополнительные кадры. Если, конечно, у нас, у наших жителей есть предложения, вопросы, мы готовы обсудить их и вести конструктивный диалог. Граждане могут отправить свои вопросы в мессенджер WhatsApp по номеру 8700-101-1414, то есть у нас наши специалисты ответят в онлайн-режиме. В стране набирает популярность новая проактивная услуга для новоиспеченных родителей. Теперь роженицы, не выходя из перинатального центра, могут оформить свидетельство о рождении, послеродовое пособие и даже занять очередь в детсад. Святые телекамеры и документы на ребенка с доставкой. Такого внимания алматинская роженица Шолпан Жанбатырова заслужила, всего лишь ответив на СМС-сообщение из районного ЦОНа. Просто она оказалась первой. Надо же, по СМС оформила свидетельство о рождении, послеродовое пособие и еще заняла очередь в садик. Спасибо огромное за удобную услугу. Прежде на все это приходилось тратить уйму времени и рисковать здоровьем ребенка. Сразу после рождения ребенка родителям поступает СМС-сообщение с поздравлением, а также предложением получить весь спектр государственных услуг по рождению малыша в проактивном формате. Все сведения портал электронного правительства собирает из информационных систем различных госорганов. Заявления на регистрацию поступают автоматически, благодаря интеграции информационных систем. После выписки с роддома женщинам остается только прийти в полномочный орган со справкой о рождении ребенка и получить все остальные документы. С момента запуска пилотного проекта СМС-сообщение получили больше 1200 роженец, а в скором времени в проактивном формате услуги будут оказываться в сфере пенсионного и социального обеспечения. Оскар Сергалиев, Кенжи Амраев, Алмата, Хабар, 24. Книгу Нурсултана Назарбаева «Эра независимости» планируют включить в учебную программу. С такой инициативой к Министерству образования обратились участники Пятого национального конгресса историков Казахстана. По мнению ученых, книга президента – это уникальное издание по новейшей истории нашей страны. Прочитав ее, можно понять суть казахстанской модели развития, ее и полюс, основные принципы, механизмы и движущие силы. Отечественные историки также выступили с предложением перевести «Эру независимости» на все языки ООН и презентовать издание за рубежом. Это была последняя информация выпуска. Я благодарю вас за внимание. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok